Продолжение следует... Подноволье Бога верит во всех религиях. Тема, которая сейчас приобретает особенно большую насущность в связи с целым рядом различных явлений, происходящих в современном мире. Эти явления носят действительно очень разный характер. Мы видим сейчас какое-то сглаживание, сглаживание культур, сглаживание национальных особенностей, сглаживание мировоззрения, сглаживание религий и уж совсем, кажется, наглядное, потрясающее – сглаживание полов. Под полами, разумеете, по которым мы ходим, я говорю о мужском и женском, даже здесь происходит сглаживание. Это какой-то, понимаете, какой-то странный вирус ворвался в нашу среду мировую, и, кажется, всё начинает калечить. Кстати, можно вспомнить даже то древо, запрещённое древо в раю, которое Бог наименовал древом познания добра и зла. И он запретил вкушать от его плодов человеку, чтобы он не умер. Толковники, многие, прямо говорят, что под этим древом можно подразумевать ничто иное, как смешение добра и зла, перемешивание, такое перемешивание, при котором нет ни добра, ни зла. А что же? А не знаем что. То есть стираются грани между добром и злом, причём стираются настолько, что уже становится неразличимым, зло это или добро это. Вот эта тенденция, которая охватывает человеческое сознание особенно, поскольку оно пропагандируется с большой силой. Целый ряд фактов в настоящее время говорят об этом и являются своего рода такими предупреждающими знаками того, перед чем мы оказываемся. В 1986 году римский папа Иоанн Павел II устраивает в Ассизе конференцию, межрелигиозной конференции или всемирную конференцию, или всерелигиозную конференцию, как хотите называть, под лозунгом молитв о мире. Ну, кажется, проблема действительно вечная в человечестве, мир превыше всего. И вот туда собираются действительно представители десятков религий. Там и сам Папа присутствует, там и патриарх Константинопольский присутствует, там и русский митрополит присутствует, там и архиепископ Контерберийский присутствует, там и Далай-Лама. В общем, там просто ноя в ковчег. Все кто угодно. И шаманы присутствуют. В вожде, естественно. Происходит молебствие о мире. Молебны. Правда, молятся пока они все раздельно. Каждый по-своему. Хотя, вот не знаю, доверять или нет, тут уже извините, не отвечаю, но как-то где-то за границей мне в католическом костёле говорят, вот видите, здесь престол, там же, знаете, никаких иконостасов же нет. Так вот, во время вот таких собраний однажды буддисты попросили закрыть этот престол, накрыть чем-то полотном, чтобы он не мешал им устраивать своё молебствие, поскольку они поставили туда статую Будды. Так вот, начиная с 1986 года, эти межрелигиозные собрания, созываемые для молитв о мире, проходят ежегодно. И они не просто проходят, а идёт постепенный процесс всё большего, я бы сказал, соприкасания, всё более спокойного отношения к религиозной стороне тех контактов, которые здесь происходят между представителями разных религий. Идёт привыкание. Через несколько лет, где-то уже в 2000-2000, каком-то, я не помню, году, уже в 11-м, кажется, уже на эту конференцию, представляете, моление о мире, религиозную конференцию, уже приглашаются атеисты. Невольно возникает вопрос, интересно, какому Бога они молятся о мире? Но уже приглашаются. И уже начинают проводиться молитвы не по отдельности каждая религия, а уже собираются вместе Каждый, естественно, молится своему, кажется, Богу, но уже все вместе. Какова ситуация сейчас? Это очень интересно, я вам скажу. Какова сейчас? В 2014 году, то есть позапрошлем году, в Бразилии, в Сан-Пауло, состоялось открытие, инаугурации, как говорили, храма Соломона. Это гигантский храм, один из самых больших храмов в мире, называется храм Соломона, который построен для того, чтобы представители любых религий могли здесь совершать свои молитвы. Правда, открытие проходило очень интересно. На таких особых носилках, в белых одеждах, шесть человек несут, угадайте что, не угадайте никогда, это же храм всех религий, но не забудьте, это храм Соломона, несут ковчег завета. Ну, храм полон, представители действительно, не знаю, скольких религий, но так произошла инаугурация, и что любопытно, что на ней присутствовали все крупнейшие деятели страны, и не только этой страны даже, многие из других стран, крупнейшие бизнесмены, ну, культурная элита. Кстати, сама президент также там присутствовала на открытии этого храма. Это 14-й год. Теперь 15-й, 16-й год. Папа Франческо, его в Италии, кстати, зовут Франческо и Бергольо, по-прежнему, да, ну, Франциск, Франциск I, написал интересную книгу. Книга вопросов. Там чего-то очень много вопросов, порядка трёхсот, и проходила презентация этой книги. И, в частности, видите, презентация не просто так идёт, иногда как выступает человек, может, ему задают вопросы, а сейчас разнообразие представлений. Вот, в частности, был показан один интересный сюжет, который мне прислали, очень любопытный. В чём он заключается, в чём его суть? Христианин, буддист, мусульманин, иудей. Четыре человека. Спрашивают каждого из них, это всё на экране, в кого вы верите? Ну, каждый отвечает, христианин во Христа, иудеи Ягве, буддист Будду, мусульманин Аллаха. Всё понятно. Следующий вопрос. А как вы считаете, является вот этот ваш, так сказать, Бог, вами почитаемый, является он любовью? И вопрос каждому. каждый из четырёх отвечает, да, 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 и дальше замечательная картинка. Картинка замечательная. Все четверо соединяют свои руки, так и знак любовь, полное единство. Слышите, как замечательно, не правда ли? Вот это уже, я бы сказал, уже начало финала, наверное. Оказывается, все религии, представители всех религий исповедуют одно и то же, любовь. А что ещё нужно? Кстати, попробуй, какой-нибудь христианин возрази против этого, когда прямо написано «Бог есть любовь». Этот эпизод очень симптоматичен и говорит о многом. Идёт процесс создания того, о чём писал ещё замечательный человек, я бы сказал, замечательный подвижник, христианский подвижник, причём не какой-нибудь, ни Египта, ни Сирии, ни России, ни Сербии, ни Греции. Подвижник американский, выходец из протестантской семьи, бывший фактически атеист, но который пришёл к православию, отец Серафим Роуз. Он написал даже целую небольшую брошюру, книгу «Единая религия будущего». То есть, когда произойдёт слияние. Но как это может произойти? Ведь, кажется же, совершенно несовместимые вещи, несовместимые истины, которые исповедуют христианство и другие религии. Где вы найдёте такое учение о Троице, что Бог Троице? Это же невероятно! Да нет этого такого! Никто не исповедует, что был Отец, Сын, Святой Дух, и в то же время это был три лица, а один Бог. Что это такое? Чтобы спасителем был не кто-нибудь, а распятый. Крест, спасение. Замечательно об этом сказал апостол Павел. Мы проповедуем Христа распятого иудеям. Слышите, иудеям? Соблазн. Эллином. Безумие. Это очень точно было сказано. Замечательно точно. Итак, если будет это происходить в слиянии, то видите, вокруг чего? Выбрасываем все эти ваши истины. Все мы организуемся в одно, в эмоцию, в чувство, в котором вы не найдёте никаких, никаких не найдёте, как говорят, дефиниций, то есть каких-то вычлененных элементов, в которые должны верить. Любовь – всё. Дальше это ничего абсолютно не значит. В чём какая любовь? Тоже об этом не будем рассуждать. Это единая религия будущего. Мне нравится очень это название. Действительно великолепно характеризует то будущее, на что направлено сейчас. Вот это основная тенденция в вопросе соглашения, я бы сказал, или совместимости, или соединения всех религий. Больше всех пострадает от этого соединения, конечно, христианство. Потому что Христу там места нет. Почему? Потому что Кресту нет места. К боговоплощению христианскому нет места. К Троице Богу там, конечно, нет места. Ничего этому нет места. Ничему. Но если посмотреть с богословской точки зрения, как оценить эту идею, идею одного бога во всех религиях? Действительно ли одному богу поклоняются во всех религиях? Только по-разному его представляют. Бог же ведь один? Один. Религиозные чувства о чём говорит? О боге. Ну так и всё. Но только по-разному представляют. Нет, ошибка тут принципиальная, и о которой творцы этой идеи, этой разрушительнейшей идеи молчат. Молчат именно, а они не понимают. Дело-то вот в чём. Бог-то один, конечно, но представление о боге можно исказить, не только изменить, не только сделать его не совсем правильным, а можно исказить, причём до какой степени можно исказить. Во второзаконии ещё библейском пророк обличает евреев, вы поклонялись бесам, а не богу. Апостол Павел говорит, я не хочу, чтобы вы поклонялись бесам. То есть, оказывается, можно понятие от бога довести до такого уровня, а точнее, свести до такого уровня, когда вместо бога, оказывается, будет дьявол. О чём же идёт речь? Вот о чём. В каждой религии своё есть представление о боге, и именно это представление, этот образ бога невидимого и является богом данной религии. Этот образ является богом религии, а не тот, единый, единый, о котором каждый может говорить и думать как угодно. Ведь вспомнить только стоит, что сам Христос назван кем? Образом бога невидимого, образом отца. Вы подумайте, сам он есть образ. И действительно, всё наше понимание бога, всё исходит из учения Христа, из понимания Христа, из того, что Христос нам говорит о боге. Он наш бог. И сравните какую-нибудь богиню Кали, многорукую богиню этого разрушения мира, увешанную черепами человеческими. Каждая религия имеет свой образ бога, и на него ориентирован человек. Каковы свойства этого образа бога? Такого должен быть и человек. Именно таким, именно по образу бога, и формируется сам менталитет, если хотите, духовный строй и вся духовная сущность самого человека. Поэтому, поэтому надо прямо сказать, нет, в каждой религии свой бог. Хотя, на самом деле-то, сам по себе бог, он един. Неверна эта идея в самом корне, что будто бы все религии поклоняются единому богу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok